В фестивале «Коберфест» представляет художника из Петербурга Людмила Бегова. Люда, расскажите, пожалуйста, несколько слов о вашем проекте. Как он называется? Эта работа называется «Опосвящение верблеру». И она была сделана в рамках выставки «Зал Н», которая была в Молодежном центре Роэтажа в 2007 году. Там я создавала такой специальный зал, где вместо картин, написанных маслом, висели вот такие картины, видеокартины. И создавали такую установку музея. Такой затеянный зал в Эрмитаже, о котором никто не знает. Эта работа называется так, потому что здесь я попыталась создать такую атмосферу, которая обычно присутствует в работах в Эрмитаже. Он обычно главной моделью выбирал какую-то женщину, как правило, очень часто свою жену. И создавал такой мир тихий, уютный и в каком-то роде философский, где можно было через маленькие нюансы, какие-то штрихи думать о жизни, о вечном. И в данном случае здесь у меня главной героиней является смотрительница, работающая в Эрмитаже, которая сидит в каком-то из... в одном из залов Эрмитажа. И, ну, естественно, о чем-то думает. В данном случае мы наблюдаем за ней и слушаем звуки, которые вокруг нее. Ну, а с точки зрения того, почему выбран именно этот формат, я как художник, который тоже занимался живописью, графикой, инфрационными всеми медиа. В данном случае попробовала при помощи новых технологий, то есть видео, написать вот такую картину. В общем-то, я думаю, что художники прошлого, если имели бы такой инструмент, наверняка бы соблазнились его использовать. Композиция и освещение, оно также перекликается с цветовой гаммой и композиционными решениями картин Верми. Который, соответственно, был под влиянием хоха. И вот эти анфилатные какие-то перспективы, перспективы, которые видны здесь, они также отсылают к традициям голландской живы. Звук, который здесь появляется, он тоже записанный в Эрмитаже, звукчиков, который намекает на присутствие в этом видео размышления о времени. Которое со стороны, если смотреть со стороны этой женщины-смотрительницы, оно течет очень медленно. Но если посмотреть на жизнь, то оно течет очень быстро. Что-то уходит, что-то кончается, и о чем-то мы жалеем, что-то вспоминаем. То есть здесь, в общем-то, в процессе в видео вставлена рама, которая как бы подтверждает, что это не просто видео, а это видеокартина. В общем-то, такого рода приемы уже использовал гениальный художник Билл Виола, который многие знаменитые живописные произведения делал уже в виде видеокартин. Они были у него постановочные. Здесь же смотрительница не подозревает о существовании меня как человека, который ее снимает. Она не знает об этом, и поэтому это реальная съемка, не постановочная. Ну, вот, собственно, какой-то вопрос. Люда, Людмила, Вы занимаетесь цифровыми видео уже более 10 лет. Вы чувствуете вот этот процесс изменения Вашей работы за время? Конкретно этой работы? Нет, нет. Именно Ваше вуфоржество как художник для Вас кардинально меняется в течение этого времени. То есть Вы же давно занимаетесь и не умеете наступать? Ну, в первую очередь, конечно, меняюсь я сама. И меняются технологии, которые, к сожалению, меняются настолько быстро, что за ними просто не успеваешь даже делать апгрейд своего такого парка оборудования. И в какой-то мере художники уже превратились практически в рекламную кампанию новых каких-то технологий, эфир. И вот эта сторона этой работы меня не совсем удовлетворяет. С точки зрения самих приемов, конечно, за 10 лет произошло огромное количество новых возможностей и каких-то приемов чисто при помощи программ. Ну, то есть расширение этой сферы деятельности, оно стало возможным появлением айфонов и много разных других смартфонов, которые позволяют любому человеку, практически не отходя от гаджета, уже создавать какое-то произведение. Но суть вопроса, она как бы не изменилась. Искусство, оно, это вещь, которая, конечно же, берет и включает все возможности новых технологий, применяя их. Но главное это то, что хочет сказать художник. Используя ли новые технологии, беря ли в руки кисточку и так далее. То есть я не могу сказать, что именно технологии являются первичными в создании произведения. Но использование этих технологий, оно просто любопытно, интересно. И, конечно же, художник не может их отметать и как-то говорит, нет, это вот не мое, я только вот холст масла, не тленка. Поэтому, конечно же, мне кажется, что изменения произошли. А как вы думаете, эти работы, вот видите, цифровых файлов, насколько долго они смогут сохраниться и как вообще хранить такие работы? Это сложно это или нет? Совершенно такой главный вопрос, который мучает сейчас не только художников, художников даже, наверное, в меньшей степени, сколько музейщиков, потому что они уже хватаются за голову, что же им делать. Хранить, созданы специальные отделы, которые работают над этой проблемой. И одна из форм, это то, что художники, которые отдают свои произведения на хранение в музее, они пишут инструкцию, в которой четко написано, как должна выглядеть инсталляция, как должно выглядеть видео при показе на выставке и какие возможны допущения, изменения, зная, что через буквально год появятся совершенно новые уже носители, новые какие-то способы демонстрации. То есть, теперь при помощи вот этой вот инструкции, которая отсылается как бы в будущее, и, конечно, предполагается, что эти форматы будут переписываться, переписываться на какие-то новые носители и так далее. Ну, пока что пленку никто не отменял, и она, в общем-то, пока является самым каким-то долговечным носителем, который тоже, конечно, имеет свой срок хранения, но вот все остальные на наших глазах просто быстренько перестали существовать. миллионы дисков записанных, DVD валяются, всякие там флешки, все это уже куда-то, плюс компьютеры. То есть, это, можно сказать, даже искусство самоисчезновения. Если ты вовремя его куда-то не перенес, то оно просто испарилось в облахе. Ну, теперь у нас, да, еще облачное хранение. Облачное хранение, да, это, конечно, вот сейчас будет уже будущее, потому что, ну, тут мы зависим уже не от себя, а от, в общем-то, этого облачного хранения, которое так или иначе кому-то принадлежит. Здесь еще и права. Ну, идет некоторая революция в этой области, и чем она закончится, пока никто не знает. Но художникам ничего не остается, как просто создавать новые произведения, и уже пусть голову ломают музейщики. Спасибо, Люда. А скажите, что вы думаете о фестивале этого года? Ну, мне кажется, что в этом году фестиваль получился. Он выглядит очень, очень качественной выставкой, и не одной. Он состоялся на нескольких площадках. Его посетило огромное количество народу, и мы имеем хорошие отзывы. Ну, а главное, что заинтересованность людей, и она выражается в посещении и в вопросах, которые люди задают художникам. То есть интерес и наше вот одна из направлений деятельности этого вот медиалаборатории Сайлант в том, чтобы происходило образование аудитории. Потому что мы можем сетовать на аудиторию, что она что-то там не понимает, но она не подготовлена, и чтобы ее подготовить, нужно ей показывать и рассказывать. То есть уважать. Я думаю, что этот вот наш фестиваль многое сделал именно для этого. Спасибо. Спасибо.